сегодняшнее евангельское чтение евангелие от матфея от марка 10 глава говорилось о том как ученики а господь говорит им о своем исчезтии как будет он распят воскреснет а они позволь нам спросить что-то сделай так чтобы один из нас когда ты вассарися был по праву другой по левой что то есть они понимали что будет так то он воцарится будет царем а они там и все делят один будет там может быть министр обороны другой там министр иностранных дел делят другие 10 вознегодовали а господь говорит что из вас хочет быть большим будь низшим не превозносись сам себя не превозноси сам себя не хвали и вот какой хорник как другие я сильно верующий а вот рядом сосед он не верующий совсем есть такая пословие в семье где сильно верующая жена то семья будет не верующий вот так вот если такое не надо превозноситься а и господь учит нас чему как он говорит крутости смирение совершать свой путь спасения где нужно поставить за истину там ты повысь возвыси голос скажи что да не должно быть так вот так говорит господь что так не должно быть то есть уповайте больше на господное слово его а не на свои какие-то там вымыслы человеческие а больше это у нас больше вымыслами человеческими а вот кто-то сказал и где-то там как-то это какой-то там был юродивый или преподом вот он сказал так вот надо жить да нет не надо этому открой слово божие посмотри как надо так или не так как говорит нам слово божие в мире единственная книга которая называется не просто книга а слово божие это божественная книга ее все так почитают вот много книг написано хорошие из книги поучительно но слово божие единственная книга в мире библия проходит тысячелетия как написано а как было на так и есть ничего не мы знаем что законы конституция меняется очень сколько пережили конституции и сталинская там и хрущевская и брежневская горбачевская и ельцинская и сейчас уже при путине путинская много что меняется как меняется строй меняется управление государственное какое-то а слово божие не меняется что тогда до вас стоит и сегодня некоторые люди говорят да это тогда было это сейчас к этому нам нельзя применить это канон и церковь тоже это сейчас уже жизнь у нас другая вот вот всем все и питание у нас другое то есть это к посту чтобы посты у нас понимают тогда было хорошее время питания сейчас у нас вроде бы есть и нечего голодные поэтому а второе евангельское ощущение было господь зашел к одному симону в гости пригласил его фарисей в это время женщина заходит блудница палок ногам его слезами умывает ноги волосами утирает потом намощает миром мир это даже я не могу сказать но это драгоценное какое-то было масло такое варили очень благоухающее и дорогое потому что ученики говорили когда был продать это было мира и раздать нищим то есть ясно что там не стоило ни копейки а он сам себе помыслил только что он если был пророк он бы знал кто к нему прикасается какая женщина прикасается мы часто тоже так поступаем не видим но пошла куда она пошла там или при какой не прикладывается а какая она есть а какой не силу это же икону лезет судим не надо этого делать я пришел к тебе ты мне не дал говорит мой воды чтобы ноги умыть она слезами умывает мне ноги ты мне голову маслом не помазал на ноги не миром помазать и поэтому сказала иди говорит ибо вера твоя спасла тебя нас может спасти только вера вот два евангельские ощущения ты евангелие от марка 10 и евангелие от луки 7 глава напомнил его слава тебе больше исповедники причастники поблагодарим господа слава тебе боже слава тебе боже слава тебе боже слава тебе боже